Каждую неделю на уроках субботней школы мы вспоминаем о миссии и пожертвованиях 13 субботы. Но на самом деле это только небольшая часть служения адвентистской миссии, которая проводится во всем мире. Осуществляется столько интересных проектов. И если бы не ваши пожертвования каждую неделю, мы не могли бы видеть чудеса, происходящие в школах, больницах, клиниках или новых церквях. И поэтому сегодня мы хотим поделиться с вами воодушевляющей историей о миссии в городах. Вы знаете, как много вызовов стоит перед нами в больших мегаполисах. Сейчас большая часть людей проживает в городах, а мы, как адвентисты, всегда раньше фокусировались на сельских местностях и островах. Но теперь нам нужно взглянуть на возможности проповеди Евангелия в городах. Сейчас вы услышите историю одного пастора из Огайо в Северной Америке и увидите, как он следует примеру Иисуса Христа, который служил нужным людей, сопереживал и тем самым располагал к доверию. Меня попросили переехать в Кливленд и организовать там церковь. И сразу предупредили, что нужно будет жить в этом обществе, если я хочу организовать тут церковь. Многие пасторы не живут в тех районах, где находятся их общины. Я поселился недалеко от того места. Я живу в этом районе, я хожу в эти магазины, по этим улицам. Я стал частью этого общества. Люди знают меня, что мы тут делаем. Это не сработает в другом месте. Я знаю это. Нельзя просто повторить это в Нью-Йорке, Атланте, в Джорджии, например. Большинство людей, которым я тут служу, не вписались бы в традиционную адвентистскую церковь в небольшом городке. У этих людей плохое образование, низкий заработок. Они живут на социальную помощь всю свою жизнь, и вы не превратите их в образованных адвентистов среднего класса. Людей, которым я служу, так просто не переделаешь. Только потому, что я прийду и проведу тут семинар по здоровому образу жизни или евангельскую программу. Им нужно, чтобы я шел с ними рука об руку. Но я думаю, то, что мы делаем тут, по крайней мере в Кливленде и в округе, приносит результат. Это долгосрочное служение. Бывают ли у нас крещения? Конечно. За последние четыре года моего служения тут мы провели около 12 крещений. Люди приходили ко мне и говорили, что они хотят быть частью церкви. Эрик является чудесным примером человека, который пришел с улицы. Он был алкоголиком, бездомным, жил в полной нищете, и на него повлияло наше сострадание, а не только теологическое знание. И сегодня он является чудесным примером того, что может случиться, если уделить немного времени и проявить заботу об этих людях. Я помню, как я попросил Кевина крестить меня. С первого раза, пожав Кевину руку, я почувствовал что-то. Это чувство побудило меня вернуться. И я рад, что я вернулся сюда. В том, что я бросил пить, нет моей заслуги. Это все Бог. Я и сейчас был бы пьян, если бы не позволил Богу войти в мою жизнь и сделать то, что я сам не мог. Как-то в будний день я был в церкви, работал над чем-то, и заметил несколько людей, стоявших на автобусной остановке, а дело было зимой. И я спросил их, не хотят ли они зайти на чашечку чая с булочкой. У меня как раз было немного с собой. Вот так и началось наше служение с завтрака, примерно два с половиной года назад. Я просто приглашал людей с улицы зайти погреться и выпить чашечку чая. А закончилось тем, что мы начали организовывать завтраки. Четыре дня в неделю. Надеюсь, скоро будет пять. Сегодня, например, к нам пришло 35 человек. Мы кормим их горячими завтраками, стараемся, чтобы это была полезная пища. По субботам мы также организовываем обеды для всех желающих в этом районе. В среднем около тысячи человек приходят в нашу церковь каждый месяц. Зависят ли эти люди от нашего служения? Да, в какой-то степени зависят. Но они знают нас по имени. Когда они приходят сюда за едой и видят меня тут, они зовут меня преподобный, отец или пастор, как угодно. Они знают, кто я такой и что мы делаем. Они знают церковь адвентистов седьмого дня. И это их не отпугивает. Часто они берут нашу литературу. Каждый месяц мы раздаем тонны наших книг. Так как в фойе можно взять любую книгу любой тематики. Очень многие подписываются на журналы. Люди знают нас, нашу эмблему, наши названия. И они читают наши материалы. Они берут их, потому что хотят. Они приходят и читают наши книги, потому что у них есть отношения с нами. Они могут сопоставить живых людей с названием адвентисты. Это чудесный опыт. У меня есть флайер, если вдруг вы заинтересуетесь. Мы изучаем Библию каждую среду после завтрака. Вход свободный. Так что присоединяйтесь. У вас не получится появиться в таком сообществе, собрать много людей и затем просто уехать. И даже если у вас получится привлечь их в церковь, вы не сможете удержать их там, не разделив с ними их проблемы. В этом и состоит сущность служения исцеления. Вы знаете, Иисус использовал этот метод. Он шел рука об руку с этими людьми и с некоторыми довольно долго, чтобы построить доверительные отношения. Таким образом, и они услышат то, что вы хотите им сказать. Иисус использовал этот метод.